всем привет добро пожаловать на мой канал я хочу сегодня в этом видео ответить на вопрос и показать свой сад спустя три года три ролика которые залетели в топ и там очень много очень много было комментариев на тему того что лениться имея сад это очень плохо вот я подумала почему бы и нет хочу этот ролик называть сад ленивой хозяйки и показать как спустя уже три сезона себя чувствует растение то что я делала в роликах в этих трех как себя чувствует сейчас что выросло что не выросло пройдемся по саду в принципе основное все я оставлю ссылочку первым закрепленном комментарии на эти ролики то есть мой принцип можно сказать концепция не поменялась я вот так же по-прежнему думаю что прям совсем мало уходного сада не существует естественно если у вас есть сад вы должны будете за ним ухаживать но минимизировать свои трудозатраты можно имея вот ряд растений которые спокойно в нашей полосе себя чувствуют зачем сажать экзоты если это опять же для тех людей кто у кого мало времени то есть я работаю мне с детьми есть муж у меня куча всяких дел я не хочу тратить их на прополку сада и я вам сейчас покажу сад который кроме кошения в принципе я туда ничего не делал я только подстригла туйки и кое-где занимать прополку будут вставочки то есть я снимала недели две назад когда свели рододендроны и кстати сейчас очень запомнился один комментарий меня назвали что у меня сад в цсп с санатория по поводу того что я не люблю цветущие растения вот сейчас как раз сад когда весной уже все отсвело то есть отсвели все кустарники рододендроны луковичные но еще не вступили в свою силу то есть меня еще на бутонах пионы лилейники и розы то есть цветущих растений сейчас саду нет и вы как раз посмотрите живьем как выглядит сад без цветущих растений имеет только кустарники и хвойные вот поэтому всем приятного просмотра мы сделали потише теперь можно дальше идти здесь мне очень нравится один из первых в нашем участке вот этот уголок то есть дом еще строился я его начала облагораживать здесь мера до дендрон баданы спирейки туя и елка данька конька она мне постоянно горит несмотря на то что я уже укрываю последние года чем она вот здесь вот подгорает и не восстанавливается я не знаю как народ говорит что становится вот она если она обгорает все она становится лысый то есть она у меня какая-то однобокая я уже плюнула вот это у меня рождодендроны цвел кстати в этом году плохо цвел все время цветет а в этом году что-то как-то ему не понравилось баданчики мне нравится тут еще сныть насеялась и вот здесь вот не видно без центра она вот прям совсем забился но тоже мне нравится я не знаю может быть ее отсюда пересадить и youtube забивает так можжевельник девичий виноград у нас везде вот увевает вход на терраску здесь у меня пионы я очень люблю пиону обожаю вот у нас новое место садовое очень удобно прям это муж сам делал кресло столик и вот мы купили мангал то есть мы каждый вечер тут выходной жарим что-нибудь ну либо просто пьем чай нравится так вот здесь спирея серы дёрен забыла название мне говорили под видео какое это дёрен забыла вот меня здесь пиончики новенькие тоже будут расти но это самое обычное пионы бабушкины ты любимые мои пионы в общем любимые цветы это единственное что я люблю а еще мне нравятся лилейники вот это туик ой елка которую я посадила чем я нашла ее возле дома видимо белка шишку закапывала она была такая вся кривая у свекрови в тени росла я ее выкопала и стала формировать посмотреть какая шикарная елка у него тоже новый прирост я еще в этом году не стригла надо будет постричь мне пока жалко сейчас подожду когда они станут ну более такие грубые тогда подстригу в принципе это хорошо вот дальше но вот цветничок тоже по-моему снимала как я его делала все пока маленькая у меня главально нужно тут закрыть забор вот поэтому здесь меня только тоже дерен опять туйка пузыреплодник то есть я думаю что вот эти большие растения они возле забора должны разрастись все он еще таком молоденький молоденький тут и самшиты и вы тоже розочка фэри она будет желтенькая а вот розовая фэри в этом году прям вот очень сильно обмерзла посмотрите я уже думала она не выживет нет в общем тут пока еще ничего интересного вот пойдем дальше на там плодовые почему-то это черешня ранней весной когда были холода она замерзла и вот не знаю совсем она погибла или нет видите у нее были листики и потом она замерзла видно конечно потому что мы покупали их специально ну то есть опылитель это это опылитель этого это полетели того но всем чтобы они завязывали плоды так вот в этот цветник меня тоже есть ролик все мне говорили что во первых пионы у вас без опоры здесь будут плохо себя чувствовать я не знаю ну вот видите один небольшой падает можно их связать пока без опора не у меня живут прекрасные если они вот прям совсем вот после дождя веточки могут погнуться то есть их можно связать между собой и и все хорошо держит и вот у меня тут гвоздичка тоже говорили что почему вы посадили гвоздику перестала сюда ведь у меня отсыпка одного сползти не будет все она прекрасно ползет скоро будет цвести у нее плюшка разрастается и и сажала небольшими чем если отмотать был небольшой кусочек сейчас вот хорошо вот нравится мне но это тоже мне тут обычные пионы розовые и бордовые меня свекровь давала роза моя многострадальная в прошлом году у нее очень очень много веток старых но я не знаю то ли они заболели то ли что хотя было укрыть хорошее я так думаю что это какой-то вирусняк попал а может быть от старых старости я в прошлом году ее очень сильно обрезал потому что именно старые побеги на которых она цвела они все загнулись и в этом году пришлось достаточно много обрезать она набирает бутоны она конечно будет цвести но такого шикарного цветень как было несколько лет назад не будет но ничего страшного еще на растет вот тут тоже еще один пион и я еще в прошлом году посадила сюда жимос каприфоль тоже мне нравится как она смотрится покажу вот такой аромат вот это она прирост за прошлый год и вот за этот то есть прошлом году прямо была маленькая веточка очень хорошо пошла а вот с этой стороны пергова у меня здесь тоже рода дендра спирейка рода дендра нужен целом он прям малышка я его в коробке покупал и вот мне очень нравится это тоже это черешкова гортензия она будет цвести но не такие обычные беленькие цветочки на симпатично смотрится и какой-то кустарничек я не знаю как уже не помню что это а на той стороне плодовый виноград я его вообще никак не укрываю в этом году не укрывала он немножко конечно обмерз то есть вот я сейчас обрезала но он уже с бутончиками конечно надо укрывать он тогда будет лучше и быстрее созревать ну вот не было лень ничего выжил так вот здесь вот у меня новое тоже небольшая такая композиция у нас кстати в этом году первый раз цвела груши и были будут грушки мы уже думали что на самом деле это тополь какой-то растет то что не знаю мне посолят 7 минут сидела и никаких признаков жизни вот это только насеялась сама из и семян и сюда присадила но здесь тоже все просто спирея серая то рябинник и рябина листной по моему и гортензии это должна розовым цвести так крупная гортензии это лох серебристый его тоже вчера подстригла хочу небольшую делать ну как бы зонтик не знаю пока непонятно ночью мы будем смотреть на этой перголи у нас тоже плодовый виноград это изабелла вообще вот он у меня без укрытия без всего каждый год плодоносит даже не знаем куда ягоды девать то есть их очень много ничего с ним не случается здесь очень хорошо мне нравится это его пурпурная на на лапчатка новичем здесь будет разрастаться смотрите но мне нравится симпатичный пока он маленький конечно потом это будет кустарники все разве одну больше расти расти и они должны замкнуться вот здесь у нас просто ежевик растет и туки яблони в огород даже не пойдем руки меня не доходят до огорода посадила я в этом году в теплице только огурцы а на грядках у меня растет лук чеснок и клубника на клубнику я хочу менять грядки тоже менять поэтому ну это будет в следующем году вот у нас в этом году новое приобретение это бассейн сейчас попозже расскажу сейчас немножко пройду чтобы свет не так бил очень мне нравится то есть получается нужно делать дорожку до теплицы и вот здесь до компостной кучи у нас образовалась такая треугольная ну как бы клумба и потихонечку засаживаю же хостел на углу пион него покупал из коробки это по моему color charm он в прошлом году совсем загнулся и я думаю что все а нет смотрите пошел вот но бутонов не будет в этом году до следующего года посмотрим здесь меня розочка которая покупается в магазинах на 8 марта вот она мне пережила а это какая-то я забыл как называется очень надо посмотреть у меня в коробочках есть чудо кто-то ее есть надо обрабатывать в прошлом году давала соседка барбарисы они немножко погорели как раз было солнце сильно но ведь пошли они просто крупные но я думал что совсем не приживутся нет прижились какие-то ветки ожили но потом буду формировать уже нормальные то сейчас пока пусть стоят осенью уже обрезал что выжить то выжить вот я пересадила можжевельник он там был хочу дать ему простор как раз вот это вот все пространство пусть он ползет и заполоняет нравится мне вот сюда не знаю либо рододендрон либо крупнолесную гортензию пересажу а вот так вот тут тоже барбарисик небольшой спирейка гортензия крупно это сирень но пока начинца вела молодая тоже уже сирене цвела здесь у нас арония и и получается вот так вот вдоль дорожки вот эти кустарники идут и хорошо будут загораживать бассейн бассейн мы поставили он у нас без подогрева бессиво но за счет того что у него купол и там есть пупорчатая пленка вот сегодня у нас но на солнце было градусов 20 сейчас уже прохладно все в кофтах сейчас посмотрим сколько показывает температура воды вот под куполом температура воздуха 26 и 32 температура воды мы уже кстати купались сказать как красиво при таком солнце светит вот еще один лежачок потому что сам дел лежак кстати это прямо совсем лежак там если стучки то это лежак поэтому она здесь здесь вот симпатично у нас смородина крыжовничек хосточки крыжовничек тут есть это новая дорожка можете а это я тоже показывал как я сажала сюда шиповник мне нравится шиповник правда единственный минус он очень быстро быстро отцветает вот тоже дорожка туда у нас там залит фундамент для гаража когда ты там будет гараж вот так пока дорожка и вот эти туйки тоже мне нравится нехорошо разрослись то есть это специально такая зона вот выходишь из машины идешь домой и вот это огораживает хозяйственную там зону получается тут туйки сморакт и шарики это даника очень мне нравится симпатичный прям их вообще я не стригу они вот как есть и как вырастают только вырастают сами вот если барабан то есть старикой то сморакта нет это я вам показываю сад вообще вот то есть мы только подстрелили ну и я кое-где немножко траву подергала а вот это вот зона вообще проходная тут ничего интересного мне очень плохо себя здесь чувствует сирень ну не знаю мне руки не проходят не доходит то есть это получается проходная зона мы особо ей не пользуемся вот надо что-то сюда может быть какие-нибудь войны посадить чтобы круглый год было красиво плетется здесь по забору лимонник есть пенчики вот они раньше очень хорошо цели а сейчас как-то хуже и хуже их тоже наверно надо пересаживать до этой зоны и не знаю когда руки-то идут а вот это вот мы вернулись к тому откуда начинали в принципе мы с вами сделали кружок по саду из-за экзотов у меня вот получается только рододендроны и крупнолистной гортенции с которой надо возиться не знаю в этом году будет цвести или нет потому что у нас были возвратные весенние заморские до сих пор в июне бывает очень холодно по ночам поэтому не знаю будет цвести или нет а так вот смотрите мне нравится но видите цветов как таковых нет то сейчас все только кустарники играют кстати рыбы видимо плавают а все все со временем разрастется здесь у меня чубушник туйка сосна вот здесь вот у меня сирень тоже сидит то есть потихонечку закроет вот этот забор неприглядный соседский и у нас тут получается такая зона уединенная там в углу нас качели стоят и соседей не видно вот эта голубая елка у нас по моему главка глобоза она очень очень медленно растет то есть мне нравится она за много лет вот только так выросла ну считай в два в три раза большой куст это у меня эрга вдоль забора у нас малина шиповничек я его в прошлом году очень сильно обрезал он кстати закрывает мне компостную кучу хотел бы полностью пересадить оттуда но очень сложно это сделать поэтому он сидит он был намного выше и шире вот здесь у нас прудик так туйки вот я как раз подстригала это у меня абрабанты и очень красиво все смотрится разные цвета у кустарников листва вот наше новое там приобретение луций иди сюда настоящий ребенок да ребенок ой не надо на меня прыгать луций вот так что потом еще попозже сниму когда будут пионы цвести а может быть поставляю моменты как цвели рододендроны и какие-то весенние весенние вставочки если у меня остались я вам покажу то есть мне очень нравится такой сад я не люблю пестрые цветы однолетники для меня это право вот но не знаю мне не очень нравится я вот люблю такой спокойный зеленая и очень люблю стриженой формы так что всем пока пока и 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